Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй и сегодня мы посмотрим еще на одну игру, которая называется Лига Войны. Добро пожаловать в Лига Войны, командир! Я ваш советник в Лиге и я веду вас в курс дела. После этого вы получите бесплатный подарок, теперь давайте подготовим вас к бою. Чтобы выиграть битву, нужно разместить юниты на поле боя и уничтожить базу врага. Нажмите на юнит, чтобы его разместить. Так, а он бежит сам? На размещение юнита расходуются очки, размещение, которые накапливаются во время боя. Когда у вас достаточно очков для размещения юнита, появляется его кнопка размещения. Так, я могу вызвать танк. Допустим. Ёк, макарек. Иди-ка, ты знаешь куда. Помните, у каждого юнита есть стоимость размещения. Копите очки размещения во время боя, чтобы размещать более сильные юниты. Я это прекрасно понял. А вот и вражеская база. Танк, ты будешь... Ага, о, молодец. Паренек, прикрывай. Прикрывай, тут еще один на подходе. Есть! Хе, изи-катка. Чувака чуть плитой не огрела. Поздравляю с первой победой. Каждый триумф на поле боя принесет вам награду. Ценные предметы, которые могут... Помогут вам в создании армии. О, смотрите. В награду за это задание вы получили достаточно фрагментов ключей компании, чтобы открыть сундук компании. Так, открываем сундук. Сундук генерала. Вы верите в удачу, командир? Давайте изучим содержимое таинственных сундуков. Некоторые открываются легко. За другие нужно отсыпать немного золота. Намекнула нам Дженни. Кстати, о ключах. Вижу, вы собрали целую коллекцию фрагментов ключей компании. Почему бы не использовать их, чтобы открыть сундук компании и получить свою награду? Гранатометчик. Окей, давай я так и поступ... Ох, ё, какой солидный танк. Мне напоминает чем-то он из Старкрафта. Помнишь? Который раскладывался там еще. Ох, тоже хороший танк, наверное. Ладно. Давай посмотрим, как у нас с удачей, друзья. Ёк, макарёк, скоробей до Х2. Так, максимальная атака 101. Защита 621. Стоимость 238 очков. Ого. Так, собрать. Вы получили скоробей до Х2. Новые юниты можно использовать, чтобы собрать армию и повысить ранг уже имеющихся юнитов. Пришла пора отправить вас в бой. Понял. С возвращением, командир. Это карта компании. На ней можно выбирать задание. Если нажать на подсвеченные участки на карте компании, вы увидите доступные в этом регионе задания. После того, как вы выберете регион, можно посмотреть открытые задания и узнать, какие награды вас ждут за их выполнение. Знаешь, чем мне напоминает, ребята? А? Варпипс на минималках. Ну что же, пуск, говорят. Ответный удар. Это экран описания задания. Здесь вы можете изучить отряд врага и изменить состав своего отряда. Перед боем. Я вижу, у вас появился новый юнит. Давайте взглянем на ваш отряд. Скоробей ДХ. Ага. Готово. И помните, вы всегда можете изменить состав отряда до боя. Слушай, ну я думаю, у нас шансов здесь больше. Вот награды, которые мы с тобой будем получать. Даже по мощам мы его превосходим. Ну, ребята, ни для кого не секрет, что в начале всегда все легко. О, а это еще кто такой. Приветствую, командир. Я ваш боевой советник в Лиге Войны. Я покажу вам основную тактику и научу, какие юниты и когда лучше размещать. У каждого юнита есть... Что-то производитель, обозначенный характерным цветом. Эта информация сообщает, против каких юнитов он особенно эффективен. Ну, допустим. О, ваш противник разместил юнит производителя Красная Точка. Он особенно зелен против пехоты. Разместите свой новый юнит, зеленый тормоз, который будет особенно эффективен против разведки. О, даже как. А ну-ка. Танк. Ну да, действительно, ребята. Сейчас раскручим, чувачка. Есть контакт. Всего существует несколько производителей юнитов. И у всех своя специализация. Так, красные юниты эффективны против пехоты. Синие против танков. И зеленые против разведки. Вы можете в любой момент нажать на радар, чтобы показать противоположности ваших юнитов. Чтобы снова переключиться на радар, нажмите эту кнопку еще раз. А, вот как. Показывают нам, да? Вызываем танкулю. Че? Улетел там в Дребодан. Ну, че ты там, хлыщ? На. Так, по-моему, сейчас будет победа за нами, ребят. Очень мало взрыва. Е! Взрыв. Мои солдаты там танцуют. Ну что же, ответный удар, друзья мои. Все хорошо. Задание выполнено. Открывается следующая миссия. Отличная работа, командир. Давайте вернемся в штаб и начнем собирать вашу армию. Согласен. Нашу армию обязательно нужно собирать. Я же не пойду на поле боя с голой задницей махать флажком. И говорить, что я здесь победителем смогу стать. Так, добро пожаловать в штаб Лиги Войны, командир. Здесь вы можете улучшать свои юниты и создавать мощные технологии, которые сделают вашу армию еще более эффективной. Здесь вы сможете производить и накапливать бесценные ресурсы, деньги и нефть, которые необходимы для улучшений и исследований. Развивайте свой штаб и вы будете непобедимы на поле боя. Каждое здание в вашем штабе имеет свое назначение. Новые юниты, например, можно получить в офицерском клубе. Давайте сейчас заглянем туда за бесплатным подарком. С возвращением, командир. Зашли, чтобы открыть свой бесплатный сундук? Да, я хочу открыть. Это бесплатный сундук, который можно открывать каждые несколько часов. Кстати, это можно сделать прямо сейчас. Ну же, открывайте. Открою я. Что это? Это не сундук, это какая-то... Торий. А, это просто показали, что есть в игре. Ох, ёк. Это, ребята, скаут Д3-Х1. Ой, какая защита, кто-то слабенькая. Но зато атака неплохая. Ну, в этот раз вы получили... Сахей Д3-Х1. Не забудьте добавить его в свой отряд перед следующим сражением. Бесплатный сейф можно получать каждые несколько часов. Так что заглядывайте сюда время от времени. На этом официальное введение в Лигуар завершено. Кнопка особое назначение поможет вам разобраться с тем, что делать дальше. Удачи! И вам не хворать. Так, особое назначение вступить в Альянс. Так, построите нефтяную вышку, чтобы добывать нефть. Завершите задание Арголии. Так, построите нефтяную вышку. Так, нефтяные вышки добывают нефть, которая используется для финансирования исследовательских проектов. Возвести. О, 8 секунд всего лишь ждать. Так, это уже чат тут уже какой-то, да, друзья мои? Нефтяная вышка построена. А где она? А, вот она. Слушай, а тут... Я не вижу, есть ли тут где-то, ребята, у нас... Менюха. Так, добыча. Сметите ваших врагов. Здесь пока рановато нам. Особые что-то есть. Задачи. А, ну я же построил, да, поэтому мы забираем с тобой. Награды. Завершите задание Арголии. Так, построите банк. Банки производят деньги, которые используются для повышения уровня юнитов, улучшения заданий и разработки продвинутых технологий. Так, 40 тысяч, да, стоит? Ну, мне хватает, в принципе, 10 секунд. Подождем. А вышку я могу это улучшить. А, так. Главная база это вот это, да? Ее нужно... Нет, это банк. Вот он, командный центр. Да? Добро пожаловать в центр управления. Это самое главное место в вашем штабе. Здесь вы сможете просмотреть новые сообщения от Лиги Войны и готовить отчеты о рейдах. И что самое главное, улучшая командный центр, вы открываете новые задания и улучшения заданий для вашего штаба. Как? Вот здесь? Ага, вот оно, улучшение, ребят. Ну, как ты видишь, тут 8 минут нужно подождать. Банк есть, нефть есть, задача выполнена. Забираем. Так. Теперь можно мне, в конце концов, пойти... ...на задание, ребят? Кстати, вот надо что сделать. Войти, чтобы не потерять свой... ...прогресс. Так, ну что, друзья мои, я вступил. Вот так вот выглядит моя фоточка. Ну что, пойдем на битву. Повышение. Поздравляю, командир, вы повышены до второго уровня. Так, задание выполнено. Задание выполнено. Сам по себе. Пуск. Я вижу, у вас появился новый юнит. Давайте взглянем на ваш отряд. Ну, взглянем. Готовы. И помните, вы всегда можете изменить состав отряда до боя. Ну, господи, ребят, ну это что? Ну, это детский сад. Ну, е-мое, ну... Сейчас я его разнесу, он даже пикнуть... Не, ну, пикнуть, может, успеет. Это все, что он успеет сделать. Именно пикнуть. Так, ну что, я готов. Вы, должно быть, тот самый новичок из Лига Вар. О котором все говорят. Я командир Вернер. Из корпорации Темноморье. И сегодня мне предстоит унизить вас на поле боя от лица правительства Иконии. Какой наглый, а? Какой наглый прыщ, а? А ну-ка. Сейчас мы тебе зададим трепу. Делаш тут не нашелся. Так, секунду, друзья мои. Что-то, по-моему, мы тут фейлимся. Почему он такой шустрый? Нет, все-таки мы его разбомбили. Он еще одну вызвал, а? Тут нам крышка. А ну-ка, давай вот так вот сделаем. Давай, браток. Эх, погиб. Танк. На. Подкрепление срочно, друзья мои. Нужно подкрепление здесь. Ох, ёк, Макарёк. А не танк мой сейчас. Поддержка срочно. Твою дивизи, что творят? Ты глянь. Ну, тут нормально, нормально пошло. Мы продавливаем. Изи. Выходим. До этого он прям вплотную подошел, а? Вау, улетел. Далекий край. Ребята, ну вот и все. Командир Вернер. Унизить он меня тут хотел перед всеми. Вам повезло. Но не стоит недооценивать корпорацию темноморья. Да пошел ты знаешь куда-то в свои корпорации темноморья. Я бы сказал бы. Да тут просто дети сидят. Деловой. Слушай, а это же и нужно нам пройти как раз Арголию. Закончить дело. Тут Арголия, потом рейды. Оу, серьезно? Ну что же. Арголия. Так, это норм. Тут еще. Оу. Оу. Понял. Не дурак. Так, давай-ка я посмотрю. У нас вообще хватает денег? Как улучшать юниты? Что для этого нужно? Вот что мне интересно знать. Где, в конце концов, мой вот этот вот... Так, нефть уже тут накопилась. И в баксы. А я могу, например, еще поставить. Любое. Так, нефтяная вышка уровня. По крайней мере, одна постройка из нефтяных вышек должна быть... А, выше пятого уровня. То есть, мне нужно вначале вот это вот прокачать. И только после этого, да? А что нам для этого нужно? А, центр управления прокачивается. Все, понял, ребята. Так, но ведь еще какие-то же должны быть постройки. Это банк. Добыча. А что такое особый? Ага. Донатик. Донатик, наверное, как всегда, ребята, тут процветает по полной программе, мне кажется. Ладно, я пошел потихонечку. Я хочу, ребята... Вы серьезно? Он против меня выставляет двух каких-то пехотинцев. Которых я сейчас просто уть-уть-уть и сделаю. В прошлый раз... В прошлый раз вам не хватило? Наемники, темноморья в разы превосходят ваших жалких неудачников из Лиги Вар. Ты опять выпендриваешься, да? Ну, ты напросился, Сыч. Ты напросился. Погнали, друзья мои. Влупляй. Как раз противопехотное. На! Ох, как сейчас мы ему хорошо всыпем-то, а? Солдатики, выходим. Но... Ой. Это было... Было как-то неприятно, если честно. Мне нужен, наверное, танк. Слушай, а у меня с дробовиком, да, чувак? А у него тоже, кстати, с дробов... Да, а почему у него такой сильный-то? Танк, ну-ка, врежь ему. На! Да чтоб тебя, а! Кромсаем, кромсаем, кромсаем. Так, надо еще пехоту позвать. Ну, как им? Я думаю, тут плохо стало вдруг. Все, в базе крышка. Хе-хе. Вот и все. Чуваку, опять повезло. Пожалуй, аргалийцы могут пожить свободно. Пока. Пожить спокойно. Ага. Так, ребята, все задания выполнены. Поздравляем. Вы прогнали иконейских захватчиков из Арголии. И завершили свой первый контракт. Похоже, вы с командиром Вернером стали врагами. Лучше его стерегаться, он работает с Темноморьем. Продажная организация наемников, сотрудничающая с беглыми военными преступниками. Если в деле участвуют Темноморья, всегда будьте начеку. А теперь давайте перейдем к следующему контракту. Баньол. Это Либертос и небольшая страна, правительство которой недавно разделилось на две воюющие фракции. Реформистов и федералистов. Федералисты заключили контракт с Лига Вар. Нужно помочь им вернуть власть над страной. И начнем мы с маленькой западной провинции под названием Баньол. Баньольские реформисты при этом обратились за помощью к Блиц Инк, военной компанией, в которой служат множество бывших профессиональных атлетов. Ох ты, Баньол. Так, у них смотри-ка. Вот что у них. А у меня всего лишь тут какие-то запчасти, инструменты и так далее. Ладно, я пойду, ребята. Стоп. У них уровень 2? День открытия. Погоди-ка, день открытия. Дай-ка я тоже хочу улучшить свои войска. Что за фигня? У него, видите ли, двузвездочная, а у меня пока еще с одной звездой. У меня одной пехотой тут ушатает. Что там? Так. Улучшен центр управления. Открыты новые уровни. Задание пределы энергии увеличено на 5. Хранилище. Деньги 3 миллиона. Ага, понятно. Задачи выполнили, да, получается мы? Собрать. Постройте нефтехранилище. Разве... Ага, вот оно. Возводим. Так, заберем здесь баксы. 8 секунд. Так, какие еще задачи есть? Постройте исследовательскую лабораторию. Обязательно. Подожди-ка, а что там? Сейчас нельзя... Угу, я понял. Пока не построится то здание, да? Оно уже... Оно уже построилось. Так, заберем с тобой награды. Так, и вот теперь... Теперь-то можно будет влепить? Можно. Так, 10 секунд. Я потерплю. Но тут места еще много для построек. Вот здесь, я понимаю, нефтяные будут вышки стоять. Давай-давай-давай. Так, построена научная лаборатория. Доступны фаза... Один исследований... Исследований. Полезность. Что-то доступна. Фаза два. Все на фазах. Кликаем. О, привет. Вы, наверное, командир. Как здорово, что мы наконец-то встретились. Я доктор Садир, ваш новый начальник отдела военных исследований. Извините за беспорядок, но мы до сих пор распаковываем все эти лазеры и взрывчатку и блестящие красные кнопки. Как видите, у нас много замечательных научных проектов. Подобранных танк, чтобы увеличить наш боевой опыт. Выберите проект, и мы налетим на него быстрее, чем пара фотонов. Так, ну давай что-нибудь мы с тобой... Скидка на размещение танка. Уменьшает цену размещения юнитов. Начать. Так, новая разработка пошла, да? Серьезно? Такое древо разработок, нормуль. Так, три задачи сразу выполнил. Забираем. Забираем и забираем. Так, вступить, повысить... Вот, уровень. Как мне повысить уровень? Командир, добро пожаловать. Я сержант Елена Кандинская. А это мой ангар. Слушайте меня внимательно, и ваша армия будет страшнее сибирской зимы. Какая она... Секси. Ну это просто секси, ребята. Брутальная бабенка. Вижу, вашим юнитам тоже нужна забота. Давайте улучшим один из них. Ага, вот как раз-то я и хотел. Улучшить. Для повышения уровня вам придется использовать лом и деньги. Чтобы получить лом, перерабатывайте ваши юниты и выполняйте задания. А деньги вы сможете заработать в ходе заданий или взять в вашем банке. Так, вот они гайки, это металлолом получается, да? Так, мне хватает. А теперь улучшите ваш юнит. Ха, благодаря вашим деньгам и пролитому мной поту, ваш юнит стал сильным и красивым, как бык. А такая защита юнита увеличивается, когда вы его улучшаете. А я могу здесь все улучшить, кстати. Я, конечно, трачу деньги. Так, что? Что такое? Улучшить. И вот это, пожалуйста, улучшить. А, мы еще ангар можем улучшить? Ангар, сердце вашей армии. Здесь вы можете улучшать свои юниты и устанавливать на них самые смертоносные технологии. Улучшение ангара ускорит добычу лома. Да, давай. Вот он, да? Улучшается 7 минут или где? Непонятно где. Так, научную лабораторию улучшить. Так, постройте мех-цех, чтобы собирать юниты и получать технологии. Создавайте новые технологии в механическом цехе, чтобы ваша армия стала более сильной и уникальной. Улучшение механического цеха увеличит скорость разработок и откроет доступ к новым чертежам. А, да-да-да-да-да, я понял. Пока делается стройка, ребят, ничего я не могу сделать. Ну, пошли тогда с тобой на битву. Поздравляю, командир, вы повышены до четвертого уровня. Слушай, а зачем мне баллы дают? Вот там видел я баллы, а куда они тратятся? Пока не знаю. Вот я теперь хочу шею-то этому надрать голодранцу. Или голодранки, кто там у них командир? Бьелл? Или как там ее звать? Не имеет значения. Сейчас вкусим. Бум! Меня зовут Одель. На поле боя я устраиваю настоящий беспредел. Приготовься к буре. Фига, тоже такая бруталочка. Я, в принципе, всегда готов. Надеюсь, у тебя-то там поджилочки не затрясутся, а? Радость ты моя. Капитан Одель. На! У меня техника тоже второго уровня, так что можешь тут особо не пыхтеть. Ну. Шикарно. Твою налево разнес все-таки, а? Да что ж такое-то? Что он там вызвал? Мне показалось. Давай-давай-давай-давай, сносим. Упс. Все равно какие-то у него ребята крепкие. Посмотри. Мне вот это вот совсем не нравится. А что такие они одуревшие-то? Танк. Танк вызываем. Выходим, родные мои, давайте. Продвигаемся дальше. Блин, не то вызвано было красную тачку звать, да? Красное – урон. Красное – это урон. Как тебе, капитан Одель? Не нравится. Ясен перец. А кому бы понравилось бы? Хе-хе-хе. О-о-о. Реформистов это не обрадует. Это было неплохо. Это было идеально. Не надо прибедняться. Ох, сколько у вас тут зад... О-о-о. Задание у вас прилично. Это меня радует. Синяя стали эффективны против танков. Ух ты. Так. Скидка на размещение танка готова. Скидка на ангар. Это что? Уменьшает стоимость строительства и улучшения. О-о-о. Ага, нефти не хватает. 13 тысяч нужной нефти. Блин. Ну, а как ты хотел? Ты хотел все сразу здесь улучшить? Такого не бывает, друзья мои. Такого не бывает. Так, в данный момент у вас нет писем. Какие-то еще письма будут отправлять. Так, друзья мои, давайте мы, наверное, с вами для первоначального обзора, я думаю, этого будет достаточно, прекратим на данный момент серию. Обязательно увидимся в следующей, если вам игра зашла. Ну, а об этом я узнаю, естественно, в комментариях от вас. А на этом все. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков. Субтитры сделал DimaTorzok